Обычно мы привыкли слышать, что игроки ностальгируют по пушкам или активностям из оригинальной Destiny. Трава тогда была зеленее, а небо было совсем без облаков, так что странника видать было как на ладони. Однако в этом году уже Destiny 2 отметит свой четвертый день рождения. И пора бы признать, что за все это время сиквел подарил нам не менее запоминающийся арсенал. Да, безусловно, это заявление делается через несколько «но» и несколько сносок на полях, но в этом ролике, а точнее в серии роликов, я не стану снова разглагольствовать на эту тему. Просто вспомните, меньшее из зол, былые обиды, инаугурационная речь, замысел покорителя разума, акула-молот, лишний паёк. Как много игроки потратили в своё время сил на то, чтобы получить эти пушки, как много активности с ними пройдено. Однако, случилось то, что случилось, и теперь это оружие больше нельзя получить в игре никаким способом. Более того, если вы, как и я, сохранили это оружие, прокачать его больше нельзя до актуального уровня силы. Почему? Ну вот, потому же, почему я и делаю это видео. Эти оружия были настолько хороши, что если бы не принудительное ограничение, то часть из них до сих пор была бы в мете. Так что, я затеял небольшую серию роликов, я полагаю, о самом ярком оружии первых двух с половиной лет Destiny 2. Какие-то пушки я сохранил, какие-то я могу вытащить из коллекции, как ранее полученное. Так что, я буду играть с ними, рассказывать про то, как они ощущались раньше, и как ощущаются сейчас. Сравню с ближайшими актуальными родственниками, и в общем, у меня есть пара мелких идей о том, как постараться сделать это интересно. Ну а вы, если вам понравится такая идея, во-первых, конечно же, поставьте лайк, а во-вторых, напишите в комментариях, о каком оружии, на ваш взгляд, я должен был бы вспомнить в рамках подобного видео. Начнем. Первое видео я решил посвятить полночному перевороту, как вы уже догадались. Рейдовый револьвер 150-го архетипа. Да-да, 150-го, до тех пор, пока не случился ребаланс, и хоть актуальные, хоть не актуальные пушки, переделали под новую систему. Теперь да, он 140-й. Блин, посмотрите, 11 тысяч киллов. Эх, наверное, я помню эти киллы. Получить этот револьвер можно было в золотом царстве императора Калуса, на рейде Левиафан. В самом первом рейде Destiny 2, и полюбился он игрокам из-за своего набора перков. Да, падал он лишь с одним набором, но даже сейчас связка перков, полоса удач и изгой одна из самых желанных. А прикиньте, как это смотрелось и игралось на старте игры, когда нормальный револьвер это было что-то недосягаемое, да еще и при дабл праймере системе. Так что переворот был обречен на успех, в основном в PvE активностях. Полоса удач тогда тоже работал сильнее, так что при прохождении налетов или того же рейда, ревик показывал себя исключительно. Отдача ровная, что было особенно приятно игрокам на консолях. Ствол не задирало в небо, перезаряжался он благодаря изгою, да и базовым статам очень быстро. В общем, что я распинаюсь, не было тогда у него конкурентов. Я взял полночный переворот в плейлист налетов и отбегал уже не первое задание. И должен заметить, что он до сих пор хорош. Да-да, я знаю, 140-ой револьвер древний как говно динозавра не может быть ок в текущем балансе. Но я ведь и не говорю, что с ним вот надо играть на серьезных щах. Это развлекательный видос, так что я взял старую пушку, расслабился, предался воспоминаниям вместе с вами. Have fun! Уверен, что многие из вас, кто играл ранее с этим револьвером, расстроились от его сансета не меньше, чем от пресловутой горки или паука-отшельника. Но насколько вероятно, что этот револьвер реюзнут? Ну, мы знаем, как любит студия возвращать старые пушки. Однако в этом случае все не так просто. Ведь это рейдовый арсенал, а значит дать возможность получить его в какой-то обычной активности, вроде сезонного плейлиста, будет не особо честно. Я, кстати, был почти уверен, что в сезоне избранный мы получим некий реюз хотя бы внешнего вида этого оружия. Под предлогом какого-нибудь наследства Каалуса или Даров Каятль. Но к большому сюрпризу мы получили новое и даже неплохое оружие. Так что не думаю, что полночный переворот и другие пушки из первого рейда появятся в игре вновь. Разве что спустя какое-то время, когда внезапно решат вернуть Левиафан. Хоть причин для этого все меньше. В общем, вероятность реюза, я бы сказал, 10%. Какой револьвер из тех, что есть сейчас в игре, я бы назвал наиболее похожим на полночный переворот? На самом деле, не такой простой вопрос. Я бы назвал 2. Револьвер из железного знамени, предельный дробитель, та же рама, тот же паттерн стрельбы и в общем он по базовым характеристикам наиболее близок. Ну вот набор пьерков на нем, мягко говоря, оставляет желать лучшего, так что я бы предпочел полиндром. Его скоро можно будет снова получить в этом сезоне в Найтфоллах. Он тоже на адаптивной раме, а в наборе пьерков есть и изгой и полоса удач. Плюс к современным револьверам можно докрутить удачно подобранный Абсолют, а к адепт версии еще и адепт мод. Так что полиндром ощущается даже лучше, конечно же, в разы. И покрасишь в бело-золотой шейдер и радуйся. Звуки выстрела, кстати, у полночного переворота мне никогда не нравились, так что у Палика с этим поприятнее. Но это так, имхо. Теперь давайте посмотрим, как он в плане ПВП сейчас в моих не самых ровных руках и примете 120-х револьверов. И вот только когда я запустил плейлист Гарнила, я только тогда вспомнил, что так-то полночный переворот никогда особо не был ПВПшным оружием. Нет, ну вспомните, тогда была система двух праймерий, то есть револьвер и в первый, и во второй слот ставился, там были ППшки, были автоматы. Ну да, почти спрятался. Были автоматы, но как-то вот с Урилом играли, с Антиопой играли, а с полночным переворотом, и лично я не помню такого, лично я не играл. Так что я буду сейчас не просто вспоминать, вспоминал я в ПВЕ, когда я играл с этим револьвером, а в ПВП я буду почти с нуля привыкать. Что я делаю? Кто-нибудь под меня выйдет или нет вообще? Да, я очень хотел его добить, пожадничал. Но оно того стоило, я надеюсь, да. Кстати, про плазминку... Да ёма, ещё один! Про плазминку Блок-1. Я же так и не сделал видос, надо бы, надо бы. Пишите в комментариях, если надо. Одна из лучших легендарных плазминок сейчас. Так, ладно, охотника пока пожалеем. Здесь вот кажется какая-то бойня, можем... Зайти за... Ох, как вас тут много-то ём! Плюс ко всему, я тогда играл на PS4, а на PS4 с револьвером играть было... Да и остаётся неудобно. Ладно, тут я вышел на рифт. Хотя, сейчас, играя с револьвером, я обращаю внимание на его отдачу. Она прям прямая, всё летит вроде куда надо. Правда, иногда то ли не регает, то ли я настолько не попадаю, потому что... Отвык играть со 140-ми револьверами. Так, лучше тебя обойдём. Привыкли к 120-м медленным убойным пушкам и теперь не могут сбыстрить. Так, а почему? Почему так много спаунов? Как мне уйти-то от... О! Где я? Где я? Ищи! Так вот. Ручки-то вот они. Не, знаете, я начинаю... Я начинаю привыкать. Мне начинает нравиться этот револьвер. Шустрый. Он довольно точный. Да, вот по дальности стрельбы, конечно, есть вопросики. Вот тут я даже стреляться не начну. На ближний есть... Что? Я его не убил? Как я его не убил? Ух! Это было красиво. Три тапа. Да! Кажется, я начинаю привыкать к нему. Кажется, мне это начинает действительно нравиться. Новой метой не назову, конечно, но... Ну, блин. Вы посмотрите. Где все? Я, наверное, вырежу это на монтаже. Опять... Нет, на такой ренже с этим револьвером... Неудобно, неудобно стреляться. Вот к каким-то вещам надо привыкать. Надо чувствовать. Потому что уже привык к тому, что мета 120-х позволяет тебе стреляться там на 20 метрах. И на расстоянии снайперских винтовок флинчить этих нерадивых снайперов. А с револьверами 140-го в архетипе так не получится. И если я-то помню, что 140-й револьвер держу в руках. И надо бы как-то дистанцию менять. То вот... Рефлексы видят револьвер и думают, что ну револьвер бьет далеко. Чего? Как быстро мы привыкли к хорошему, да? А тут... Так, тебя надо как-то выманивать. Я... Ладно. Придется мне опять на фьюжн-ку переключиться. Что? Как вообще это возможно? Он... Он за скольки там стенами был? Как это меня вообще отрикошетило? Невероятно. Просто невероятно. Один килл. Мне нужен один честный, чистый, красивый килл. С револьвера. Давайте, ребята. Стримерское лобби. Подкрутите мне киллов. Ё-моё. Подкрутите мне чистый килл. Мне нужно показать, какой этот револьвер классный. Мы по нему скучаем. И... Все его очень любили. Давайте, давайте. Подыгрывайте мне. Где? Где? Где люди? Где люди? Вот. Есть. Всё. Победа есть. Револьвер хорош. Слушайте. Это правда неплохо. Я не играю со 140-ми револьверами в пвп. И я ожидал гораздо меньшего. Давайте вернемся к видео. Ну и если загадывать это видео как первое из новой рубрики, то я бы предложил раскидывать обсуждаемое оружие на импровизированную стену крутости. Такой тирлист, идущий от ролика к ролику. В таком случае полночный переворот гордо занимает сразу, хотел сказать, самый топ, но, наверное, не очень хорошо ставить в первом же видео топ скор. Да, да чёрт с ним, он и правда очень хорош был, а альтернатив на момент его появления и использования не было. Так что да, будет у нас на самом верху. Но вы не забывайте написать в комментариях, как вам такая рубрика на время, пока контента в сезоне почти не остаётся. Хотите ли обсуждать и вспоминать другие пушки? Если да, голосуйте лайком и пишите обязательно какие. А я пока прощаюсь. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok